В эфире программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! О главных новостях этого понедельника и прошедших выходных вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании Город. Смотрите сегодня в выпуске. Рязанская область для московского мусора. Действительно ли отходы из столицы привозят в Касимов? Прошел один из главных православных праздников, как отметили Пасху рязанцы. Внутримышечная инъекция и прием геймлиха. Рязанские журналисты приняли участие в медицинском квесте. Ледоход прошел мимо. Какие сюрпризы преподнесет нам погода в ближайшие дни? Проблема свалок остро стоит практически в каждом регионе нашей страны. В Рязани уже есть несколько несанкционированных мест скопления мусора, с которыми борются как правительство, так и активисты. В настоящий момент количество свалок в нашем регионе может увеличиться. По словам очевидцев, мусор из Москвы теперь возят в Касимов. Деревня Кауровка, Касимовский район, Рязанская область. Два километра от полигона ТБО, на который въезжает фура с московскими номерами. Через 7 минут еще один автомобиль поехал в сторону свалки. Видео было опубликовано в социальных сетях. По словам очевидцев, на полигон для отходов привезли именно московский мусор. Пользователи социальных сетей интересуются, неужели эти явления станут регулярными? Тут фуры ходили одна за одной. Нет, на стройку они не могли ехать, потому что ребята видели, что они поворачивали именно на свалку. У нас таких машин, в принципе, я ее не видел. И они едут закрытые, покрытые. А я у него даже думал, а сколько они рейсов сзади делали? И они 4, 5, а может даже и больше. На полигон ТБО съемочную группу не пустили. Правда, и перед шлагбаумом удалось снять весь масштаб трагедии. На прямой вопрос журналиста, приезжали ли московские фуры, груженные мусором, местный охранник ответил просто, была не моя смена. Однако, по словам местных жителей, количество мусора на свалке за выходные заметно увеличилось. Ранее в СМИ поднималась тема, что московские власти ведут переговоры с руководством Рязанской области о вывозе мусора из столицы в наш регион. В тот момент представители регионального правительства ответили на этот вопрос отрицательно. 7 апреля в Касимове состоялось рабочее совещание под председательством вице-губернатора Рязанской области, первого заместителя председателя правительства Рязанской области Игоря Грекова с представителями ООО «Утилизация». Как выяснилось, этой фирмой с московской компанией был подписан договор на прием ТБО 7 апреля 2018 года. Руководитель компании заявил, что в дальнейшем сотрудничать с фирмами других регионов ООО «Утилизация» не планирует. И хоть кажется, что проблема с ввозом мусора решена, возникает другой вопрос. До того, как ситуация не стала освещена в средствах массовой информации, ни о каком договоре речи не было. Поэтому продолжится ли ввоз мусора на территорию Касимовского полигона, покажет время. Валерий Седов при поддержке Касимов ТВ. В начале апреля на федеральном уровне было принято решение внести поправки в жилищный кодекс. Нововведения призваны облегчить жизнь обычных граждан и сделать жилищно-коммунальную сферу более прозрачной. О сути данных нововведений расскажет Мария Рудая. Оплатить услуги ЖКХ в нынешних реалиях – настоящее искусство. По словам рязанцев, часто очередной поход на почту или в МФЦ становится сюрпризом. В нефтихаря нас все прибавляют и прибавляют и прибавляют. Бесят и вот ни в газете ничего не напишут. Идешь платить – ой, что это такое? А вам прибавили. Я думаю, что с управляющей компанией очень тяжело бороться. Мы когда в общий котел все это оплачиваем, то они эти деньги прокручивают, а потом нам задолженность. По словам специалистов, изменить ситуацию к лучшему помогут новые поправки в жилищный кодекс, согласно которым жители страны теперь имеют право оплачивать услуги ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим компаниям. У нас ведь в Рязанской области первые газовщики перешли на прямые договора. И это настолько удобно, и люди понимают, что здесь у них все четко. Есть договор, есть ответственность, есть платежи. Но когда начинаешь разбирать какие-то взаимоотношения, выставляет счет один товарищ-то собственников жилья или управляющей компании, расплачивается по другим платежам, или эти деньги присваиваются. Вот по данным Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на сегодняшний день средняя задолженность 250 миллиардов рублей перед ресурсоснабжающей организацией. Жилищный кодекс и раньше давал такую возможность, но этим правом воспользовались единицы. Эксперты федерального и регионального уровней уверены, что жилищно-коммунальная сфера – самая непрозрачная, и право граждан здесь нарушают на каждом шагу. К примеру, по словам Олега Попова, за отопление рязанцы значительно переплачивают. Сейчас все желающие смогут миновать посредника в лице управляющей компании и платить напрямую. Таким образом, средства точно дойдут до адресата. В изменении в жилищный кодекс четко прописаны ваши действия – это проведение общего собрания, передача документов о том, что состоялось – это все, и одновременно передача документов в государственную жилищную инспекцию, где будет указано, что вы теперь напрямую состоите в договорных отношениях с конкретной ресурсоснабжающей организацией. Неважно, есть ли у вас ТСЖ или его нет, общее собрание собственников принимает решение, как изменить жизнь к лучшему. При переходе на прямые договоры по решению общего собрания ресурсоснабжающим организациям дан срок до трех месяцев, чтобы приступить к предоставлению коммунальных услуг. Данные поправки в жилищный кодекс 3 апреля 2018 года подписал президент Владимир Путин. Мария Руда, Ирина Ковалева, Олег Парамзин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». По православным традициям Великий пост заканчивается Пасхой. Церковная служба, куличи и крашеные яйца – у праздника существует много традиций. Однако люди порой интерпретируют их по-разному. Как рязанцы отметили Пасху, расскажет Валерий Седов. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Глава региона вместе с православными верующими также принял участие в крестном ходе в ночь 7 на 8 апреля в Христо-Рождественском кафедральном соборе города Рязани. В 2018 году праздник Пасхи выпал на 8 апреля. В этот раз рязанцы отметили его с небывалым размахом. Надпись «Христос воскресе» или сокращенно «ХВ» обязательно на многих пасхальных атрибутах. Чаще всего ей украшают именно яйца. Однако молодежный отдел Рязанской епархии пошел дальше и устроил массовый флешмоб. Мероприятие произвело фурор в социальных сетях. Здесь же люди делились и своей подготовкой к празднику. Необычные куличи наверняка разнообразили праздничные столы рязанцев. Также добрая традиция на Пасху – это крашеные яйца. Чаще всего их варят с луковой шелухой, и они приобретают красно-коричневый цвет. Правда, энтузиастов всегда хватает. Синие, зеленые и даже космические – в общем, фантазии нет предела. По православной традиции в Пасху верующие откладывают все домашние заботы, а церковь рекомендует уделить внимание добрым делам. Однако священники утверждают, что для добра не должно быть определенного времени и места. 8 апреля во всем мире отмечают День цыган. В этом году этот праздник совпал с православной Пасхой, которую рязанские ромалы отмечают со всем размахом. Наша съемочная группа побывала в селе Дягилево и воочию убедилась, что главный православный праздник здесь отмечают шумно и весело. Двери всех домов в эти праздничные дни здесь открыты, гостям всегда рады. Гостеприимные хозяйки для каждого найдут теплые слова и угощения. Пасху цыгане отмечают всем миром. Этот праздник для каждого верующего особенный. Сначала, как и положено, молитва о воскрешенном спасителе, а уж потом начинается настоящее веселье. На столе главные атрибуты праздника – куличи и крашеные яйца, которыми все христиане обмениваются со словами «Христос воскресе, воистину воскресе». Есть здесь и очень интересная традиция – крестники дарят подарки своим крестам. Мужчинам – майки, а женщинам – платки. Виталий Мунтьян признается, в его семье Пасха – самый любимый праздник. Это Пасха. Это самый святой и самый главный праздник вообще у христиан. И мы очень, знаете, как верующий народ. И празднуем, честно говоря, от всей души. То есть мы открываем столы, большие столы, кто как может. Ну, самый основной праздник, честно говоря, у христиан – это Пасха. Это Пасха, ну и, конечно, уже Рождество. Самое главное – наша Пасха, Рождество – это наши главные праздники. Гуляем, танцуем, поем, веселимся, радуемся, подарки делаем. Все здесь искренне радуются воскресенью. Христиане верят, смерти после этого дня не существует. В доме Виталия поют и танцуют все – мужчины и женщины, взрослые и дети. Старшее поколение передает свои знания и традиции молодежи. Здесь, как нигде, чувствуется преемственность поколений. Мы учимся у них, там все. Дальше у нас поколение будет, мы это все будем делать, как они. Сейчас приходят, подарки дают, мы даем это яйцо красное. Цыгане живут в Дягилево с 1953 года. Сейчас их насчитывается более 500 человек, и все знают друг друга в лицо. Праздники всегда отмечают вместе. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Внутримышечные инъекции, прием Геймлиха, реанимация – это те умения, которые могут пригодиться любому человеку в повседневной жизни для оказания первой медицинской помощи. В понедельник 9 апреля в областной клинической больнице данным медицинским манипуляциям решили обучить журналистов рязанских СМИ. О том, насколько удачно прошел этот довольно необычный квест, расскажем в следующем сюжете. Внутримышечные, внутривенные, подкожные инъекции, постановка капельниц, проведение сердечно-легочной реанимации. На базе симуляционного центра при областной клинической больнице все перечисленные манипуляции можно отработать на специальных тренажерах. Данный центр создавался совместно с Рязанским медицинским колледжем. Главным образом для практики студентов, но не только. Студенты колледжа здесь у нас отрабатывают практические навыки и потом выходят в клинические отделения и уже практикуются, можно так сказать, на людях. И для специалистов нашей больницы, для того, чтобы мы ежегодно смотрели, как они у нас по стандартам выполняют простые сестринские манипуляции с последующим принятием зачета. Кроме того, на базе симуляционного центра осуществляется подготовка младшего медицинского персонала не только для ОКБ, но и для других медучреждений города. Здесь мы понимаем ответственность, поскольку мы так или иначе являемся вот этой частью общей системы, которую готовят медсестер. Чтобы не было нареканий о том, что мало подготовленные именно профессиональным мануальным навыкам приходят медсестры. По крайней мере, внутривенные инъекции, внутримышечные инъекции, чтобы они делали не так, как они считают нужным, а так, как положено по СОПам и по всем нормативным актам. Однако в этот раз пройти обучение и получить зачет предстояло не медицинскому персоналу и даже не студентам, а нам, простым работникам средств массовой информации, для которых микрофон и ручка в руках гораздо привычнее, чем шприц. Но делать нечего, ведь подобные знания действительно могут пригодиться в реальной жизни. Увидеть, самим попробовать, это всегда очень, как минимум, интересно, но, вы знаете, это нелегко. Когда это смотришь со стороны, когда об этом читаешь, это одно восприятие. Когда начинаешь пробовать сам, совершенно другая мера ответственности, более серьезное восприятие этого всего. И мы очень хотим, чтобы вы о нас рассказывали, в общем-то, готовы помогать, учить. Итак, первая манипуляция – внутримышечная инъекция. Конечно, выполнить нам ее предстояло на манекене, однако именно таким образом, как делает это медицинский персонал. Представиться пациенту, спросить, нет ли у него аллергии на лекарства, проверить соответствие препарата на значению врача, срок годности, цельность упаковки со шприцом, рассортировать отходы класса А и Б. В общем, подготовка к инъекции занимает гораздо больше времени, чем сама инъекция. Даже процедура дезинфекции рук должна включать в себя определенный набор движений. Что ж, с первым заданием худо-бедно мы справились, ну а дальше нам предстояло помочь человеку, который подавился и начал задыхаться. В помощь нам очень реалистичный манекен. У человека становится вот такое страдальческое выражение лица, потому что идет нехватка воздуха. И чаще всего человек будет за это место, за горло хвататься руками. Голос осипший, но он уже есть. Полная обструкция подразумевает, что у человека отсутствует речь, отсутствует дыхание, синюшность. То есть это все может закончиться летальным исходом. Для того, чтобы этого не допустить, нужно обхватить человека сзади, зафиксировать руки в области эпигастре и сделать серию толчков. Примерно так. Серия толчков. Ура! У меня получилось это довольно легко. Но в случае, если возникли сложности, человек продолжает задыхаться, его следует уложить на спину и вот такими движениями пытаться освободить его легкие. По окончании квеста нам выдали оценочные листы, так что теперь рязанские журналисты готовы оказывать в том числе и первую медицинскую помощь. Кстати, в скором времени в этот центр планируют приглашать школьников, которым также не помешают подобные навыки. Кроме того, после таких практических занятий придет понимание, хотят ли они связать свою жизнь в будущем с медициной. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ну а пока младший медперсонал оттачивает свои навыки в симуляционном центре, врачи ОКБ продолжают проводить уникальные операции. На этот раз ими была выполнена лапароскопическая панкреатодональная резекция. Это довольно сложная операция, которая выполняется единицами медицинских учреждений. Теперь в этот короткий список можно внести и областную клиническую больницу в Рязани. У пациента было злокачественное заболевание – опухоль головки поджелудочной железы. И эта опухоль вместе с головкой поджелудочной железы была удалена для лапароскопического доступа. То есть традиционно для выполнения этой операции требуется сделать широкий разрез. Но в нашем случае этого разреза не потребовалось. Эта операция была выполнена через несколько 5-10-мм проколов. На данный момент пациент идет на поправку. Олег Зайцев отметил, что подобные больные с тяжелыми основными и сопутствующими заболеваниями требуют мультидисциплинарного подхода, который возможен только в условиях многопрофильного стационара. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Река Ака в черте города совсем недавно была покрыта льдом, который исчез с ее поверхности очень быстро, буквально за выходные. Сейчас по водной глади редко проплывают одинокие льдинки, на которые приходят посмотреть горожане. Какие еще сюрпризы преподнесет нам погода, знает Мария Рудая. В этом году весна немного задержалась, но теплое и яркое солнце всего за несколько дней практически полностью избавило аку от льда. Речная гладь практически полностью свободна. Редкая льдинка проплывает перед глазами гуляющих рязанцев. Бурное течение речных вод завораживает взгляды родителей. Они привели детей на природу показать ледоход и сами насладились весенними пейзажами. Мы пришли специально показать детям ледоход, потому что прочитали в новостях, что лед уже тронулся и хотели посмотреть именно ледоход. Но, к сожалению, не успели зацепить этот момент самый волнительный. Немножко только льдинок было. Ну, в общем, дети не совсем, конечно, довольны. Но природа, погода радует. И самое главное, поогрелись на солнышке после такого количества холодных ненастных дней. Четырехлетняя Саша – девочка активная. Она рассказала, что занимается гимнастикой и любит кататься на самокате. Прогулку у воды Саша ждала долго. Впечатлений осталось много. Я с Астепой, с мамой пришла. Ну, на линке посмотрите. И покататься на самокате. Разлив Аки уже начался. С каждым днем вода прибывает. Стоит ли ожидать сюрпризов от природы, нам рассказали в Рязанском гидрометцентре. На реке Ака у города Рязани отмечен редкий ледоход. На 9 апреля уровень воды в реке Ака у Рязани в составе 87 сантиметров, плюс 26 сантиметров за сутки. И в ближайшие дни рост уровня воды в реке продолжится. По данным Рязанского гидрометцентра, в городе на этой неделе сохранится сухая и теплая погода. Только в среду 11 апреля немного похолодает и пройдут кратковременные дожди. 10 апреля ночью по области 0,5 градусов в Рязани, плюс 3,5, а днем воздух прогреется до 15-20 градусов, в Рязани 16-18 градусов тепла. И такие показания характерны для начала мая. Но со среды температура воздуха понизится. 11 апреля, как уже было сказано в зоне холодного атмосферного фронта, температура воздуха составит ночью плюс 2, плюс 7 градусов, днем плюс 5, плюс 10. Во второй половине недели осадков не ожидается, но температура ночью уже будет опускаться до минус 3, плюс 3 градусов, а днем антициклональная погода будет способствовать постепенному прогреванию прохладной воздушной массы до плюс 7, плюс 12 градусов. Ближе к выходным столбик термометра поднимется до плюс 15 градусов, а значит весна полностью вступила в свои права. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня, еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко, каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok